В древности мы использовали только то, что дает природа. А потом научились создавать материалы сами. Мы придумали синтетические полимеры, а на их основе многокомпонентные композиционные материалы. Проектирование изделий прошло путь от рисунков на песке и бумажных архивов до суперкомпьютерного моделирования на основе больших данных с использованием искусственного интеллекта. Но между материалом и изделием всегда существовала четкая граница. Пришло время ее стереть. Цифровизация объединит фундаментальные материаловедения, прогнозирование свойств материала, проектирование и моделирование изделий, базы данных, свойств и состава материала, автоматизацию производственных и эксплуатационных процессов и цикл вторичной переработки. Мы должны создавать изделия, начиная с атомарного и квантового уровня. Нам нужны цифровые карты каждого объекта, отражающие весь жизненный цикл материала изделия, от добычи сырья до вторичной переработки. Мы уже готовим кадры для нового технологического уклада. Только полная цифровизация материаловедения позволит создать устойчивую экономику, достичь высокой энергоэффективности и экологической безопасности, сократить издержки на всех стадиях. 2 и 3 декабря 2021 года. Международное информационное агентство «Россия сегодня» МГТУ имени Баумана. Четвертый международный форум «Ключевые тренды в композитах. Наука и технологии». Цифровое материаловедение